Городская среда должна стать современнее и уютнее. В администрации Бендер обсудили этапы дальнейшего благоустройства города. В каких районах Бендер появятся новые скверы, парки и детские площадки? Узнаем из сюжета. Бендеры становятся краше и уютнее. На месте заброшенных пустырей появляются парки и скверы. Излюбленные места отдыха уже есть во всех микрорайонах. Все большее количество гостей привлекают центральный пляж и крепость, а городские клумбы цветут, благоухают и радуют глаз разнообразием ландшафтного дизайна. Если плитка, то не просто серая, а с яркими цветными акцентами и разной фактурой. Позитивные перемены и на центральном рынке. Благоустройство города продвигается быстрыми темпами. К решению проблем подходят комплексно. В положительную сторону хотелось бы отметить и благоустройство улиц Волзов. Первокомплексно отнеслись к этому вопросу, где был сделан и коллектор ливневой, и канализационный, и водопроводные сети, электрические сети, где-то актуары и газоны были сделаны в комплексе. И высложены новые деревья. Это комплексная работа многих служб и скоординированная. К этому нам нужно стремиться и дальше. Развитием и благоустройством нужно заниматься на перспективу, считают городские власти. Благодарят за проделанную работу трудовые коллективы «Бентер» и задают новый вектор. Сейчас акцент на центр – сердце города. Малтурные форумы, парки, скверы, стадионы, бассейны. Тролейбус надений говорит о том, что мы умеем работать и справимся, и сделаем благое дело и благоустроим центральную часть города. Начнем благоустроить. Это, конечно, постоянный процесс, но очень серьезное движение вперед мы сделать сможем. И надо возвращать городу Бендеру былую славу самого цветущего и чистого города, не только в республике. Вдохнуть новую жизнь в центр города и его артерии – центральные улицы. Именно на это планируется направить большую часть средств. В планах восстановить сквер возле ДК Ткаченко вместе с фонтаном и клумбами, преобразить площадь освобождения, развить и благоустроить прилегающую так называемую дворянскую, вписать в общую концепцию обустройство и трех улиц у рынка – Лозо, Суворова и Советской. Здесь уделят особое внимание – от автовокзала до преображенского собора. Стихийный рынок планируют перенести, парковку сохранить. Центр объединят благоустроенными пешеходными зонами. Рассмотреть маршруты, по которым могут бедричане перемещаться, которые просто отдыхают, прогуливаются по выходным, по вечерам. Эти улицы должны быть с нормальным покрытием, с нормальным освещением, с безопасными переходами, с локациями для мест отдыха, соответствующими кафе, летними террасами, которые также будут находиться по этим маршрутам. К слову, задача преобразований – придать центру особый колорит. У Бендер, как у всех городов мира, должно быть свое место силы и притяжения. Не знаю, как исторически сложилось, или просто привычка людей. Когда встречаются граждане, как они обозначают местные встречи, где мы встречаемся? У интернестр-комана, у шерифа, у рынка и так далее. Давайте, наверное, поменяем немножко эти традиции, создадим достойное красивое место. Вот оно, наверное, все-таки, возможно, будет за советской, вот от Виктории, от вокзала. Классно мы сделаем зону, где люди могут встретиться, посидеть, и дальше уже пойти по своему усмотрению в любую точку города, или в ту же крепость, и так далее. Для руководства и организации работ планируется подключить специалистов разных областей, создать городской оргкомитет. Планы будут воплощать комплексно, начинать с инфраструктуры. Средства предполагается привлекать из различных программ, городских, республиканских, небюджетных источников. Каким станет будущий центр, зависит от общих усилий не только городских властей и служб, но и всех бендерчан. Первые перемены начнутся уже в конце нынешнего года, а следующий, 2021-й, станет годом благоустройства центра Бендер. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.